Ну а сейчас к нам присоединяется Алексей Коноконыш, корреспондент, он работает на месте событий. Алексей, еще раз здравствуйте. Что известно в крытой минуте, какие версии называют следователи? Да, еще раз здравствуйте, Павел. Сейчас, спустя несколько часов после преступления, следователи, конечно, не могут ответать ни одну из версий, возможных версий этого преступления. Говорят, в первую очередь, или о политических мотивах, или о коммерческих, или о личной неприязни. Ну что касается первой части, то это или деятельность Немцова как депутата Ярославской областной думы, или его работа как оппозиционного политика. Напомню, на завтрашний день была запланирована протестная акция с его участием. Что касается коммерческих интересов, то тут все понятно, никакого громкого известного для общественности бизнеса у Немцова не было, но все-таки некоторые бизнес-интересы были, а потому, конечно, могли быть и какие-то недомолвки с конкурентами. Ну и, наконец, личная неприязнь здесь, по данным СМИ, таким вот образом, то есть убийством Немцова могли отомстить за отношения с той девушкой, уроженкой Украины, с которой он шел по Москва-Рецкого мосту в тот момент, когда произошло убийство. Сейчас здесь, возле Васильевского спуска, практически никого не осталось. Дежурят лишь несколько съемочных групп наших коллег и две-три машины полиции, но последние, в первую очередь, для того, чтобы обеспечивать просто правопорядок, следователи свою работу на месте преступления завершили. Они по последним данным нашли лишь шесть гильз, хотя по версии правоохранителей выстрелов было от семи до восьми. Конечно же, тело Немцова отсюда давно уже увезли, движение по Москва-Рецкому мосту открыли. А сейчас к тому месту, где прозвучали выстрелы и идут время от времени люди, приносят цветы, свечи и все это складывают к фотографии Бориса Немцова, которую также сюда уже принесли. Ну а сами следователи, конечно, продолжают искать и опрашивать свидетелей и очевидцев, и просматривать записи с камер видеонаблюдений. Так что можно сказать, что здесь работа действительно завершена, но само расследование только начинается. Адвокаты Бориса Немцова уже сегодня заявляли, что политику поступали угрозы, но угрозы поступали через интернет, через социальные сети, что, в общем, для такого неоднозначного и популярного человека дело достаточно обычное. Новости последних часов, уже раннего утра, это то, что были идентифицированы и задержаны те самые машины, которые были обнаружены на записи с камер видеонаблюдения. Это три белых автомобиля, два Форда Фокуса и один Форд Мондео, но, как выяснилось, ни один из этих автомобилей никакого отношения к преступлению не имел. Один человек, это был частный водитель, частное лицо и двое сотрудники таксомоторных парков. Вообще же, само преступление произошло здесь, в центре Москвы. Они стреляли из автомобиля, это известно, то есть можно сказать, что Бориса Немцова все-таки какое-то время выслеживали и либо не нашли более удобного места, чем вот самый центр Москвы, который просматривается совсем со всех камер видеонаблюдения, либо просто решили вот устроить такую показательную акцию. Но все-таки как именно произошло это преступление, рассказали в МВД. В районе 23-15 часов господин Немцов совместно со своей знакомой прогуливался от собора Василия Блаженова в сторону Болотной площади. Неожиданно подъехал автомобиль, автомашина белого цвета, из которой неизвестный произвел несколько выстрелов. Как минимум, можно сказать, о шести выстрелах, поскольку он на месте происшествия на 1,6 гильз. Четыре пули причинили господину Немцову ранения, несовместимые с жизнью, в результате чего он погиб. В настоящее время проводится весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Введен план перехват по городу, разыскивается машина. Предпринимаются меры, направленные на установление задержания лиц, виновных в данном преступлении. Следователи работают с свидетелями данного происшествия, в частности с девушкой, которая находилась вместе с господином Немцовым. В настоящее время работа в следственной оперативной группе на место происшествия завершена. Все необходимые улики, которые можно было собрать, в данном месте собраны. Поэтому сейчас здесь будет восстановлено движение. Что же касается той самой протестной акции, в которой уже завтра должен был принимать участие Борис Немцов, то по словам организаторов, на которые ссылается информационное агентство, ее все-таки решено было отменить. А вместо нее позиционеры собираются провести траурный марш, но никаких согласований или подробностей пока нет. Опять же, собираются организаторы обговаривать все эти моменты с Марией Павел. Спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Алексей Конопко, он сейчас работает на месте убийства Борис Немцов.